Музыка военных лет и юные лица волонтеров, примеривших сегодня солдатские шинели. На главной площади города, посвященной победе в Великой Отечественной войне, звучат строки из стихов, напоминающие спустя более чем 70 лет о подвиге людей и трагедии войны. Прохожие останавливаются и пробуют на вкус черный хлеб, вспоминая о тех, для кого такой кусок был единственной пищей на весь день. Хлеб у нас приближен к тому рецепту, который был там. Естественно, он делался там из того, что было. Это дрожжи, это мука ржаная, пшеничная, солод красный, чтобы был темный хлеб. В войну добавлялись опилки, а мы, естественно, как приближенные, мы добавили отруби. В Рязани акция не оставляет равнодушных. Несмотря на будний день, люди намеренно приезжают на Площадь Победы целыми семьями. В нашей семье мой дедушка Алексей Григорьевич воевал. У моей супруги дедушка тоже принимал участие в Великой Отечественной войне. И вот мы пришли со своей внучкой, чтобы передать эстафету памяти, чтобы быть сопричастным к тем временам, как он дорого давал с людям, как он ценился. Передавать память от деда внуку – способ сохранить единство. Способ показать на примере недавних предков высшие ценности и лучшие проявления человеческих качеств. Кусок хлеба весом 125 грамм – это суточная норма для жителей блокадного Ленинграда. Но именно такого куска хлеба хватало людям, чтобы жить и верить в победу. Раиса Муругина пришла на Площадь Победы не одна с памятью о своей маме, которая в годы блокады была студенткой пищевого техникума в Ленинграде. Учили их просто без продуктов. А бумага какую нашли? Я даже не знаю, на чьем языке она. Ни немецкий, ни английский. Не знаю, какой язык и что это за бумага. Тогда Евгении Федоровне Климушкиной было около 20. И пережить юной студентке пришлось не только лекции по кулинарии. У нее была дистрофия два раза. Подкормили и дальше на оборонных работах была. Окопы копали. Фугаски на крыше. Не досталось ей, конечно, но дежурили. Мама Раисы Николаевны дождалась Победы и прожила долгую жизнь. Как и мама еще одной Рязанки, пришедшей сегодня на акцию. Люди с ней вываливали жизнь одна. И хлебшек в таком они ели. Мама ела хлебшек с трубями. Поэтому мне он здоров. Я хочу его дома съесть и помянуть родную. Евдокия Анастасияна вернулась с войны и умерла в 88 лет. А вот дядя Аня Трофимовой погиб в 44-м. Родственники нашли место захоронения и до сих пор ездят на братскую могилу. Ведь пока живет память, живут и герои тех лет.